Зачем ты подслушивала? Я не подслушивала Нет Нет Я слышала, ты женишься Вижу, тебе очень смешно Нет, блондин, мне не смешно Даже наоборот Желаю тебе всего самого лучшего Мне бы очень хотелось, чтобы исполнилось то, о чем ты сказал своим родным Или что я им сказал? Что станешь самым счастливым человеком в мире Желаю тебе от всего сердца Любовь моя Я тебе не верю Почему? Потому что я тебе не верю, Милагрос Ты не можешь хотеть, чтобы я был счастлив Не можешь Ты ошибаешься После всего того, что ты мне сделала, я тебе не верю А что я тебе сделала? Ты только вспомнишь, что мне сделал ты Прости, кто сбежал из церкви? Я извинилась Ты мне отомстила Я извинилась за то, что тебе отомстила Я тебе не верю Я не могу поверить, что ты обрадуешься, если я буду счастлив с Флоренцией Поверь, я хочу, чтобы ты был счастлив Вы оба были бы счастливы И если она не будет счастлива, то и ты не будешь счастлив Ты так мне и не веришь? Нет Не верю Флоренция, помоги мне Я хочу вернуть своего сына Я сделаю все, что смогу, Лиза Но это будет нелегко Ты совершил ошибку Ужасную ошибку Я знаю Думаешь, он меня простит? Не знаю И его любит тебя Просто он расстроен И очень сердится Да, надеюсь, все будет хорошо Синьорита Флоренция Простите, я хотела вас поздравить Ты? Да Мне кажется, ты говоришь не искренне Клянусь, что я говорю от всего сердца Можете спросить синьору Правда, синьора, я говорю искренне? Да Я думаю, она говорит искренне Фильм Рауля Лейкоуны В главных ролях Наталья Рейра И Факунда Арана Дикий ангел Автор сценария Энрихи Торрес В фильме снимались Фернандо Мистраль Вероника Вейера Лидия Ламальсон Виктория Анетта Норберто Диас Торрес и Друьев Музыка Торрес и Дарья Ламальсон Вероника Вейера Режиссер Фернан Абраамсон Как они радовались. Все были просто счастливы. Привет, привет. Где ты? Где ты? Что? Я спросила, где ты? А, я здесь. Тогда что с тобой? Ничего. Ну, я думал о том, что мои родные были рады узнать о нашей свадьбе. Вот и все. Именно это я только что и сказала. Да. О чем ты думаешь? Ни о чем. Я думаю о предложении твоего отца, так что ты не сердись. Правда, правда. Но это отличное предложение, да? Да, но только как наша семейная фирма. Хватит. Не хочу больше говорить о работе. Поговорим лучше о любви, о поцелуях. Мы будем очень счастливы вместе. Да. Как сказала эта девушка, как ее зовут? Глория. Нет. Лина. Нет. Сокора. Нет. Мелагрос. Да. Мелагрос. Мелагрос. Я удивилась, когда она это сказала. Я думала, она будет к нам агрессивна. А почему она должна быть агрессивна? Мне казалось, она тебя любит. Я тоже. Ты думал, она тебя любит? Нет, нет. Флоренция. Что? Я думал, она будет к нам агрессивна. Так я и подумал. Вот. Что с тобой? Ничего, я не дождусь, когда наконец уеду от родителей. Понимаю. Понимаешь, да? Да. Ты сердишься на маму? Правда? Ну? Нет. Да, на маму, правда. Она сделала тебе больно. Потерпи еще немного. Осталось еще чуть-чуть. Потерпи. Наконец-то. Хорошо, что Ива наконец-то женится. Он еще так молод. Я рада, что он женится на Флоренции. Она будет держать его в руках. Да, она мне очень нравится. Мне нравится. Но мне становится плохо от мысли, что он мог жениться на служанке. В какой служанке? Ну, на той пигалице. Сейчас это уже не важно. Ты только себе представь. Член семьи Дикарло женится на служанке. Что с тобой, милая? Ты повреднела? Да нет, ничего. Я думала над твоими словами. Только от мысли о браке с прислугой мне становится плохо. Да, представь себе. Представляешь? Ну, ладно. Я пошла спать. Спокойной ночи. Мамочка. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, родная. Да. Обыщи весь дом и выяснили, не нашла ли моя жена часы. Только будь очень осторожен. Ваши часы, сеньор? Да. Это подарок Андрея. Если моя жена их найдет, вся эта история может попасть на обложки газет. Это так серьезно? Представляю себе заголовки. Скандал в доме Дикарло, супружеская измена. Простите, хозяйка в курсе, что вы, сеньоритый Андреа... Она нас видела, но доказательств у нее нет. А часы улика. Конечно. Существует золотое правило, сеньор. Позвольте вам его напомнить. Никогда не принимай подарки от любовницы. Я знаю, знаю. Бернардо, сделай, о чем я тебя прошу. Хорошо. Пойду, выпью. Да-да. Бернардо. Сеньора. Как хорошо. Обыщи, пожалуйста, весь дом и выясни, не нашел ли мой муж кольцо. Ваше кольцо, сеньора? Да, это подарок сеньора Нестера Миранде. Дружеский подарок. Ну, разумеется. И если он его найдет, то может испортить наши отношения. Ты понимаешь, о чем я... Понимаю. Существует золотое правило, сеньора. Позвольте вам его напомнить. Не принимайте подарков от своих любовников. У меня нет любовника. Делай, что я тебе говорю. Что ты делаешь? Поставьте этот стакан. И выпейте лучше кофе. А потом ложитесь спать. Спасибо, ты права. Это то, что мне нужно. Сегодня у меня был очень трудный день. Если у вас был трудный день, то какой он был у бедняков? Что? Так, ничего, хозяин. Не обращайте внимания. У тебя тоже был трудный день? Да, трудный день. Трудная неделя. И трудный год. Можно сказать, что и жизнь у меня не удалась. Нет, неправда. Нельзя быть неблагодарной. Кое-что мне не хватает, а у других вообще ничего нет. У тебя грустный взгляд. А вы видели свои глаза? Мои глаза, а что с ними? Какие они грустные. Даже когда вы улыбаетесь. Скажите, хозяин, только честно. Вы довольны тем, как живете? Я выпью кофе у себя в кабинете. Какое он сделал лицо? У тебя что-нибудь случилось с хозяином? Да, случилось. Мне его жаль. Ну, ему тебе не жаль. Что? Ничего. Не обращай на меня внимания. Иди спать. Иди спать. Я не могу спать, у меня бессонница. Пойду выпей стакан молока. Ну, хорошо. Да. Простите, сеньор. Что-нибудь выяснил? А и что, да. Что? Она все знает. Нет. Я почти уверен, что ваша жена нашла подарок вашей любовнице. Не нужно было их брать. Вот где моя ошибка. Я пропал. Может быть, и не пропали, сеньор. Если ты найдешь выход, я повышу тебе жалование. Хорошо. Я постараюсь выяснить, куда она их спрятала, потому что я обыскал весь дом, но часов не нашел. А какой в этом толк? Что за вопрос, сеньор? Какой толк? Если вы получите часы назад, то вам нужно отрицать их существование. Ваша жена будет утверждать, что они были в ее руках, но кто ей поверит, имея в виду алкоголизм. Ну, начиная кошмар. Ну, там... Белая горячка? Найди их. Жалование твое удвоится. Хорошо. Мне и Мелагрос. А она здесь при чем? Как при чем? Раз ее дядя пользуется особыми правами, то и племянница, ваша дочь тоже, в память о Росарио. Сеньор. Ты мне угрожаешь? Нет. Ну что вы, сеньор. Ну, подумайте. Рука руку моет. Я найду ваши улики, и вы, наконец, сделаете что-то для своей дочери. Отлично. Но если ты не найдешь часов, то я выброшу тебя на улицу, тебя и всю твою семью. Ты меня понял? Можно сделать глоток? Я тоже желаю тебе всего самого лучшего. Что? Мне тоже хочется видеть тебя счастливой. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Как ты? Отлично. А вы? Хорошо. Да, отлично. А куда ты собираешься? Буду мечтать о вас всю ночь. Я тоже. Какое совпадение. Да, какое совпадение. Что? Морган. Что? Не смотри так на меня. Нет? Пока я не потеряла голову. Ну, нет. Я помогу вам ее найти. Я заслужил премию, да? Не забудь, мы договаривались соблюдать видимость. А, да, видимость. Вы отлично выглядите, видимость. Я хочу пожелать вам спокойной ночи. Если уж спокойной ночи пожелать, то... Можно поцеловать. Миле, почему ты так долго? А что ты здесь делаешь? Хочу немного отдышаться. Ты что, тренировалась в зале? Нет. Блондин. Неужели он опять тебя поцеловал? Какой подлец! Нет, он меня не поцеловал. А что же тогда? Ничего. Случилось то, что должно было случиться. Я должна держать себя в руках, когда он на меня смотрит, когда говорит со мной. Ты понимаешь, что он не для меня? Понимаешь? Сейчас я тебя убью. Я тебя убью. Не надо. Не надо, папа. Что ты сказал? Папа, это не то, о чем ты подумал. Я все видел, он хотел тебя поцеловать. Да, но не силой. Как не силой? Я люблю его. Вот этого? Да, я его люблю. Я тоже ее люблю. Хватит! Папа! Папа! Помолчи. Иди в мою спальню и жди меня там. Что же касается тебя, завтра тебя больше здесь не будет. Вы увольняете меня? Да. Ну ладно, я просто хотел убедиться. Дочка, что случилось? Что с тобой? Что такое? Хочешь знать, что с ней? Расскажи ей, что с тобой? Что случилось, Федерико? Я застал ее, когда она целовалась с шофером. С шофером? Он на тебя напал? Нет. Нет, нет. Как не напал? Нет, Луиса. Сеньорита. Да? Да, сама его целовала. Мамочка, это неправда. Пусть расскажет. Пусть объяснит, чем она занималась. Если это можно объяснить. Можно, папа. Я хочу выйти замуж за Моргана. Ты правда хочешь ее увидеть? Да, Рамон, как угодно. Я должен ее поцеловать в последний раз. А если тебя застукает хозяин? Он уже его застукал. Я не буду ждать до завтра. Ты немедленно покинешь этот дом. Успокойтесь, хозяин. А тебе что? Вы будете жалеть. Потому что потеряете еще и садовника. Что? Если вы уволите Рокки, то я тоже уйду. Прекрасно. Собирай свои вещи и убирайся. Сейчас вы получите свой чек. Только знайте, на этот раз даже папа Римский вам не поможет. Больше вас здесь не будет. Их уволили. Рамона уволили. Ну, не плачь, Закора. Мы что-нибудь придумаем. Не плачь. Ничего мы не придумаем. Я говорила с хозяином. Он даже не желает ничего слышать. Что случилось? А ты что, не знаешь? А еще говори, что знаешь все, что творится в этом доме. Вчера хозяин уволил Рокки и Рамона. Что? Почему? Да ладно тебе, мама. Хватит плакать. Слава богу, этих дураков здесь больше не будет. И не затыкай мне рот. Помолчи. Ой, это Марта. О, господи. Закора, интересно, ты родила Марту обычным способом или она свернулась клубком, как змея? Что с ними будет? Я все выясню. Успокойтесь. Не надо, Бернардо. Как бы тебя тоже не уволили. Действительно. Хватит плакать, все в порядке. У Рамона и Рокки новый дом. Да? Какой новый дом? Мой дом. Я поговорила с Доней, и она сказала, что я могу делать все, что угодно с моим домом. Ведь он мой. Как я рада. И это еще не все. У Рамона и Рокки теперь новая работа. Серьезно? Какая? Я познакомила их с Доном Пеппер, тем глухим, о котором я вам рассказывала. Я помню. У него маленькая автомастерская, и он взял их на работу. А что они там будут делать? Они ничего не умеют. Как не умеют? Это же автомастерская. Будут работать механиками. Дон Пеппер, вы сказали, что здесь маленькая мастерская. Нет, для велосипеда я уж слишком стар. Нет, мастерская, мастерская. Какая она огромная. Конечно, старый, конечно. Ты понимаешь что-нибудь в машинах? А? Конечно, Рамон. Я же работал в техцентре. Туалет там, направо. Нет, в техцентре. Там я выучился на механика. А это что такое? Это, ребят, моя история. И она может стать вашим будущим. Можно? Готовься, шумащик. Бернардо, ты выяснил, мой муж знает о кольце? Или нет? Боюсь, что да, сеньора. Немного Крэм. Да, вы очень любезны, спасибо. Ну, а как? Думаю, он знает, сеньора. Что именно? Думаю, ваш муж нашел подарок вашего любовника. Простите, я не то хотел сказать, простите. Кольцо вашего, ну, вы понимаете. Господи, если он узнает, то все пропало. Может быть, и не все пропало, сеньора. Если ты найдешь выход, я повышу тебе жалование. Хорошо. Тогда я постараюсь его найти, потому что я обыскал весь дом и ничего не нашел. Какой в этом смысл? Как какой? И вы еще спрашиваете, сеньора. Если вы получите кольцо назад, то вам нужно будет отрицать его существование. Ваш муж скажет, что оно было в его руках, но вы будете молчать. Найди его, и я удвою тебе жалование. Мне и Мелагрос. Причем тут это фиголица? Простите. Вы имеете в виду сеньориту Мелагрос? Дело в том, что раз у меня особое положение, то оно распространяется и на мою племянницу. А если я скажу нет? А как хотите. Ну, только подумайте, рука руку моет, и я добуду для вас улику, и все будут довольны и счастливы. Ты злоупотребляешь моим добрым к тебе расположением. Нет, просто хочу, чтобы вы оставили Мелагрос в покое, так что советую держаться от нее подальше. Как ты можешь говорить мне такое? В такой момент. Когда мне так плохо. Сеньора. Я так беспомощна. Мне хорошо знакома ваша беспомощность. Нет, сеньора, ни в коем случае. А знаете, если я выполню свое обещание и найду подарок вашего любовника, простите, подарок вашего друга, то вы выполните свое? Да, конечно. Я могу идти? Да, можешь идти. Хороший крем, сеньора, спасибо. Идиот. Мэри, помоги мне. В чем? Достать денег на школьную экскурсию. И много тебе надо? Ну, чтобы купить билет на автобусы, еще немного. На еду для меня и четверых моих друзей. Что-нибудь еще, птенчик? Ребята предложили мне поработать с ними. Когда затапливают туннели, в них застревают машины. И они их оттуда выталкивают. Да. Но вот только одна проблема. Какая? Сегодня нет дождя. Да, правда. Но есть другая возможность. Есть. Какая? Знаешь магазин автопокрышек рядом с парком? Да. Идем и поговорим по душам с его хозяином. Не знаю, я бы предпочла что-нибудь поярче. Чтобы здесь было веселее. Ты права. От ярких цветов пространство как будто расширяется. А этот? Ну, уже лучше. Тебе нравится или лучше? Мне нравится, потому что он лучше. Я хочу, чтобы ты упала без чувств, понимаешь? Ты думаешь, что цвет может убить твою сестру? Да. Красный, например. Посмотри этот. Подойди к телефону. А я посмотрю. Мне нравится голубой. Голубой? Да. Папа? Да, она здесь. Сейчас дам. Целую. Пока. Привет, пап. Как ты? Правда? Ладно, я ему передам. Да. Не волнуйся. Пока, папа. Посмотри этот. Мне нравится. Да. Так будет веселей. Да, и ярче. Привет. Привет. Как раз собиралась тебе звонить. Зачем? Звонил папа и сказал, что он никак не может до тебя дозвониться. Он почти обиделся. Ну, хорошо. Ладно, потом ему перезвоню. Позвони лучше сейчас. Вот, я набрала. Дон Пепе, а что было потом с магазином? Это было уже давно. Я его оставил своему Шурину, потому что моей настоящей страстью было вот это. Серьезно? Прекрасно помню. Мы собирались вместе, жарили мясо, пили мате, надевали шлемы и потом на трнассо. А почему вы бросили гонки? Потому что случилось то, что случилось. Что случилось? А что? У нас кончились деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы что? О чем вы говорите? Так я и разорюсь. Скоро мне придется закрывать магазин. Мы все это видим. Вот мы и хотим вам помочь. В обмен на небольшую плату. Мы кое-что придумали. И что? Ну, давай мне рассказывай. Сейчас вы все узнаете. И после того, как я вам расскажу, у вас не останется ни малейшего сомнения. Понимаете? Ну, действительно, терять мне нечего. Так что вы придумали? Как там было? Как бы. Как? Как. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Если нас застукают, нам больше не жить Не волнуйся, никто не заметит, давай повторим план Когда водитель Заметит, что у него спустилась шина Вдруг появляемся мы и Предлагаем ему помочь И показываем шинный магазин за углом Рассказываем, как там все дешево Господи, я вырастила чудовище Прости меня, умник Я слышала, что мама собирается в офис Решила поехать с ней Хорошо, мы тебя слушаем, что ты хочешь нам сказать? Папа, я не знаю, что случилось Не знаю, со мной было затмение Что ты этим хочешь сказать? Не понимаю, зачем я это сделала Поцеловала шофера Я, Виктория Ди Карло И поцеловала шофера Это же смешно Поэтому прошу у вас прощения Понимаю, что испугала вас Так что простите меня, пожалуйста Да, да, Вики Девочка моя, иди к своей маме Иди сюда Мне так стыдно Ну, не переживай Мы будем считать, что ты сглупила Такое с любым может случиться Да, конечно Но все равно я чувствую, что виновата Что совершила ошибку А из-за меня два человека потеряли работу Это ужасно Да, это так Это я виновата, папа Пожалуйста, прими их обратно Их ноги больше никогда не будет Здесь никогда Я найму другого шофера Другого шофера? Да, другого А зачем мне другой шофер? Я сама умею водить машину Но ты не умеешь водить машину Морган меня научил Что такое? Она не в себе Бедная девочка Да, Андреа Пусть войдет Зачем ты попросил меня приехать? Проходите, падре Проходите Добрый вечер Сеньор Ди Карло Вот зачем я тебя пригласил Падре Мануэль хочет нам кое-что сказать Ну, как ты себя чувствуешь, когда узнала, что у тебя есть брат? Не знаю Еще не поняла Как-то странно Но он мне очень нравится А как насчет твоего отца? Нет у меня отца И прошу, никогда мне об этом не напоминать Хорошо? Да, прости Я не знал А у меня для тебя Хорошее известие Что случилось? Я нашел новую работу Серьезно? Хочешь бросить работу в супермаркете? Нет По утрам я буду работать в супермаркете А потом буду делать то, что умею А что ты умеешь делать? Я много что умею Когда я жил в другом городе, то работал в автомастерской Серьезно? Да А теперь буду работать с ребятами С какими ребятами? Как с какими? С Роке и Рамоном Так что у меня будет две зарплаты Можно будет кое-что откладывать И мы сможем пожениться Может быть, через 9 или 10 лет Может быть Через 11 Может быть 12 Я не понимаю, падре Что вы нам хотите сказать Нам, двоим Да, падре, вы меня удивили Что вы хотите нам сказать? Не о чем, а о ком Хорошо, о ком Об Иво Вам нужно о нем подумать О чем думать? Иво имеет право знать правду Имеет право знать, кто его отец Я не потерплю вашего вмешательства, падре Так что прошу вас уйти, пока не случилось что-то неприятное Прошу вас Ну что ты, Луиса Уходите Уходите, падре Нет, Мелагрос, нет Она работает Работает? Я думал, она работает здесь? Да Но у нее есть еще своя фирма Своя фирма? Да Она кое-что делает на улице Понятно Не знаешь, где я могу ее найти? Офицер Вот эти прокалывают шины У всех машин у супермаркета Посмотрите на них Кажется, у нас проблемы Да, проблемы Заберите их, офицер Могу вам все объяснить Мы еще встретимся Можете в этом не сомневаться У меня связи в правительстве Вы еще пожалеете? Можете в этом не сомневаться Можете в этом не сомневаться Пожалуйста, сеньор, отпустите нас Это невозможно Отпустите, по крайней мере, мальчика Он ни в чем не виноват Это я все придумала Но я подбрасывал гвозди Завкнись, дурак Не обращайте на него внимания Он болен А выглядит здоровым Однако в любой момент у него может случиться припадок Какой припадок? Он теряет сознание Ни с того, ни с сего Вдруг падает без чувств Серьезно? Да Это может случиться в любой момент Смотрите Что с ним? На помощь Помогите Помогите ему Внимание Привезли завтрак Печенье уже на столе Где? Где? Значит, припадок Придется остаться здесь Ладно Я имею право на телефонный звонок Кому ты хочешь звонить? Моему адвокату Нашему адвокату Значит, ты нервничаешь? Нет, не нервничаю Я схожу с ума Схожу с ума Ты от нее без ума Все гораздо серьезнее, чем ты думал Да, гораздо серьезнее, чем я мог себе представить Сегодня мы с ней не виделись Она еще не звонила Я думаю только о ней По-моему, я знаю, что с тобой Все очень просто Это чудо влюбленности Ты влюбился Просыпаешься с мыслью о ней Не говоря уже о том, что всю ночь видел ее во сне Смотришь на небо и думаешь о ней Обедаешь, думаешь о ней Пьешь чай, думаешь о ней Видишь закат и думаешь о ней Да? Правда? Это такое чудо влюбленности Ты все время думаешь о ней Да Значит, ты влюблен И другим чудом будет, если ты затащила в постель Об этом еще не может быть и речи Нет? Нет Милли, привет! Рад тебя слышать Да, заехать за тобой Ладно, куда? Да, сейчас приеду Мне нужно за ней заехать, понимаешь? Конечно, куда? Ее забрали в полицию Что? Как это нет? Все очень просто Нет Эва, ты не понял Я предлагаю тебе стать вице-президентом моей компании Ты понимаешь, что это означает? Прекрасно понимаю Корпорацию Доменико Рис Это крупнейшая строительная компания в Аргентине Ну и, возможно, в Южной Америке А может быть и больше? Невозможно И не больше Это крупнейшая фирма в Южной Америке Мы работаем не только здесь Но и в других странах У нас даже есть проекты в Саудовской Аравии Впечатляет? Вот именно, впечатляет Так что хватит глупить и давай объединяться Вы меня не поняли, сеньор Я хочу объединяться с вашей дочерью Флоренци А не с вами Ты что, можешь ей что-то дать? Паршивую компанию, которая вот-вот разорится? Наша семейная фирма лучшая в мире Для меня Да ты ноль без палочки в этой фирме В вашей компании я тоже буду нын Я не питаю иллюзий, сеньор К тому же я даю Флоренции Всю свою любовь Этого недостаточно, по-вашему Хорошо Это твое последнее слово Да, сеньор, это мое последнее слово Я не понимаю свою дочь Ей всегда нравились неудачники Спасибо, я уж думала, что получу пожизненное заключение За горсть гвоздей, что тогда делать с убийцами? Спасибо, адвокат Не за что, с удовольствием Это моя работа Ты разоришься, ни я, ни гамус не сможем тебе заплатить А я не возьму с тебя деньги Знаешь что? Да? Ты хороший парень Другой бы на твоем месте не стал бы нам помогать Не стал бы? Нет Никому нет дела до бедняков А мне есть Особенно до тебя Нет, нет, падре Только без Луисы, пожалуйста Хорошо Хорошо, я жду вас завтра утром в офисе Спасибо Войдите Простите, сеньор Что? Вы не забыли? О чем мы договаривались? О чем мы договаривались? Вы обещали удвоить жаловни мне и Миле Только если ты найдешь мои часы, а ты не нашел? Ошибаетесь, сеньор Это ваши Где ты их нашел? В шкафу вашей жены Нашел их там Думаю, хозяйка хотела бы как-то использовать Но единственное, зачем они ей нужны, это чтобы уничтожить меня Можете быть в этом уверены Теперь вам нужно молчать И если этот вопрос всплывет То все отрицайте, кроме инициалов Эти часы такие же, как мои Большое спасибо В конце концов, ты будешь вознагражден Я и... Милагрос, конечно Кто там? Бернардо Это я, простите, сеньора Хорошо, что ты хотел? У меня для вас хорошие новости Хорошие новости? Надеюсь, что это не ерунда Единственная хорошая новость для меня Это то, что ты нашел мое кольцо Ай, оно нашлось Где оно было? У хозяина Думаю, он хотел использовать его против вас Значит, он все знает Я пропала Нет, сеньора Храните молчание, разумеется, с этого момента Вам нужно соблюдать большую осторожность Федерик мог сказать Нестеру Признать, что он органосец? Не произноси этого слова Ну, что мне еще сказать? Не волнуйтесь Инициалы на кольце могут означать все, что угодно Кстати, какое второе имя у вашего брата? Науэль Видите, это Нестер или Науэль Вполне может быть, что кольцо вам подарил ваш брат Дамиан Нет, Федерико не такой идиот Правильно, не идиот Но у него сильно развитая высокомерия Он никогда не признает, что вы ему изменяете Ты смеешь меня осуждать, Бернардо? Нет, сеньора За это мне не платят Минутку, кажется, я тебя не расслышала Что ты сказал? А что я сказал? Что не веришь в Бога? Кто-то однажды сказал, что все люди сумасшедшие Не могут создать и червяка Зато придумывают тебе сотни богов Причем здесь червяк? Бога придумал, не человек Ну, давай не будем говорить о религии Я и не говорю о религии Не все равно, веришь ли ты в Бога или нет Я тебе рассказываю про умника А кто такой умник? Иисус? Конечно, Иисус Только не переходи на другую тему Да ты не обижайся, это вопрос веры, Милагрос Ты дышишь? Да Но воздуха не видишь? Нет Но знаешь, что он есть? Да Вот это и есть вера Так же и с умником Ты видел его хоть раз в церкви? Лицом к лицу Видел? Я не хожу в церковь Я не хожу в церковь Когда-нибудь я тебя с собой возьму Ну, я был бы счастлив Ты правда пойдешь со мной в церковь? Да Мне бы хотелось ждать тебя у алтаря Как ты подходишь В белом платье Что он хочет этим сказать? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok